Медленно падает снег, лениво поднимается шлагбаум, пропуская очередную машину. Кто-то не спеша идет с тренировки. Обычный рабочий день, во дворце спорта видное. И никто из посетителей и персонала даже не подозревает, что стали частью учений, в которых приняли участие подразделения МЧС, УВД и ФСБ. Легенда такая, был захвачен дворец спорта, взяты заложники, в ходе захвата заложников пострадали люди. В результате этой чрезвычайной ситуации была создана оперативная группа, были привлечены соответствующие силы средства, полиции, МЧС, медицины. По словам организаторов, в ходе этих учений отрабатывалось взаимодействие боевых групп при освобождении заложников. Основные группы, которые оперативно выдвинулись в район дворца спорта, были расположены в лесной местности, то есть незаметно для потенциального противника. Они сейчас находятся вот так, да? Да, вот полбережа. Вот там хорошо подойдет. Но они тогда, получается, вот этот участок? Если мы сейчас подойдем к Забру, то есть они вот этот участок у нас блокируют. Вот так может быть обманчива тишина, точнее работа спецслужб, настолько незаметна, что способна обмануть кого угодно. Конечно, никаких террористов в видном нет, и мы уверены, что не будет. Но, как показали эти учения, к любым непредвиденным ситуациям сотрудники специальных служб готовы. У вас 15 человек, по 3 на рубеж. 4 рубежа, 12 человек и 3 мобильные группы, которые как раз группа наблюдения может всегда сообщить, и руководитель со своими двумя бойцами может на транспорте подскочить, в любую точку ее усилить. Это будет наиболее логично. По результатам учений были получены дополнительные данные по взаимодействию силовиков и администрации Ленинского района. Были разработаны варианты действий в случае возникновения нештатных ситуаций и возможности привлечения дополнительных сил и средств, если это потребуется. Такие учения мы и проводим регулярно, и их необходимо даже еще, может быть, более часто проводить. В этот раз у нас были, смотрели наши действия представители главка МВД и ФСБ. В заключении оценка была очень хорошая. По окончании учений все подразделения вернулись в места постоянного базирования, а город не знал, что учения идут. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Калмит, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.